что такое духовное исцеление спросите вы даже если мы бесконечные и бессмертные существа имеющие физический опыт наш дух может быть отделен от нашего сознания особенно когда мы травмированы жизненными событиями даже рождение может быть травмой на самом деле мы действительно перевоплощаемся на эту планету чтобы восстановить и исцелить части нашего духа которые были энергетически повреждены в предыдущей жизни наша миссия здесь сделать себя как можно более цельными святыми мы будем возвращаться на эту планету снова и снова пока не эволюционируем и полностью не осознаем кто мы на самом деле бесконечные бессмертные духи существует много форм духовного исцеления включая руки по исцелению например рейки коруна усуи сэйхэм и терамай это некоторые модальности рейки молитва людьми с добрыми просветительными намерениями терапия прошлых жизней восстановительное исцеление родовое исцеление массаж с духовно ориентированным массажистом цветочные средства защиты например австралийские кустовые цветочные средства защиты днк тета орион терапии возрождение экстрасенсорные чтения с настоящим экстрасенсом который заботится о вашем благополучии даже разговор о ваших проблемах с доверенным лицом который действительно слушает вас без осуждения может быть формой духовного исцеления очень важно знать что духовные проблемы затрагивают каждую часть вас поскольку ваша жизнь вращается вокруг вас и ваших отношений с вашим духом поскольку ваш дух является основным шаблоном вашей жизни будут проблемы с вашим мышлением эмоциями и физическим телом до такой степени что ваш шаблон духа будет поврежден или отрезан от вашего сознания чтобы объяснить это более подробно это простая концепция если вы думаете о пошиве одежды как аналогии скажем например вы хотите сделать пару новых брюк если вы начнете с неправильного рисунка скажем узора для блузки с оборками вы можете подумать что находитесь на правильном пути когда кроите и шьете конце концов есть две длинные трубы выглядящие как вещи возможно для ваших ног таким образом это может выглядеть правильно в начале попытки однако только когда ваша одежда закончена и вы примеряете ее вы понимаете что ваши ноги выглядят не очень хорошо спускаясь в эти проймы вы действительно интересное зрелище также и с нашими жизненными планами если мы начинаем как-то работать с поврежденной или несовершенной идеей часто без нашего ведома обычно мы не осознаем что есть проблемы пока не войдем в проект или отношения это часть нашего духа воссозданного физическом мире наша проблема наша проблема это зеркало нас самих наши отношения это зеркало нас самих вот почему мы все можем время от времени прибегать к духовному исцелению роза смит